Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала «Новый мир». Всегда меня радует название «Новый мир». Я вспоминаю старый, синий, толстый советский журнал, который мы выписывали в семье. И когда он к нам приходил, это означало что-то новое, что-то интересное, что-то порой иногда даже запрещенное. Здравствуйте, уважаемые телезрители телеканала «Новый мир». Если вы вдруг увидели нас на канале YouTube, то, пожалуйста, вы знаете все эти волшебные процедуры. Нужно нажать внизу колокольчик, подписаться, оставить какой-нибудь отзыв обязательно, нам это всегда интересно. Ну и поделиться, если это вам все понравится. Вы в гостях у программы «Сивоха». «Сивоха», как я ее называю, «Сивоха-перекличка». Здесь мы общаемся с адекватными людьми из мира медиабизнеса, просто из медиасферы, из сферы культуры. С людьми, которые по-разному проявляют себя сейчас в условиях войны, которые по-разному реагируют на эту страшную, ужасную ситуацию. И, как всегда, нам интересно, мне, например, интересно, как мои давние добрые знакомые сейчас реагируют на ту ужасную ситуацию, которая сложилась в мире. И сегодня у меня в гостях, здравствуй, Валера. Добрый вечер, день, смотря, что там. Да, Валерий Житков, как тебя сейчас надо представлять? Автор «Квартала 95», независимый автор, кто ты у нас сегодня? Кто мы сегодня? Здравствуйте. Хороший вопрос, Валерий. Я, честно говоря, сегодня как-то все вот эти былые регалии и все остальное, оно как-то ушло в прошлое. Да, вообще не важно. Давайте мне просто... Да, важно одно, можно я скажу сразу? Дело в том, что Валера у нас бывший гражданин России и имеет, я не знаю, я хотел сказать метку, но не метку. Валера имеет никнейм, так называемый модный, «Тамбовский волк». Как тебя сейчас представляют? Как тебя сейчас представляют? Используют еще Валерий Тамбовский волк Житков? Ну, представляют, да. Но у нас сейчас гастроли, если мы говорим о необходимости в представлении, то оно возникает только на тех концертах, которые мы сегодня делаем для военных, для раненых, для кого-то еще. То есть это концерты для такие, волонтерско-благотворительные, цель которых поддержать боевой дух и тех, кому он необходим. Вот там у меня как бы в шутку представляют сейчас «Тамбовский орг». Вот такая у меня сейчас гастроли. Зачто? Потому что есть друзья, потому что это вот друзья, и они вот так могут. Ну, на самом деле, я все-таки сторонник того, что место рождения – это только одна из, скажем так, функций, не функций, а одна из характеристик человека, которая на самом деле не так сильно влияет. Да, я не вычеркну из своей истории, из своего рождения, место этого рождения, скрывать его, прятать или стесняться у него. А как у тебя сейчас с гражданством, скажи, пожалуйста? Ты, по-моему, должен был получить украинское гражданство? Да, я не должен был, я как бы обязан был его получить давным-давно, да. Но вот в конце концов, как-то все-таки оно у меня есть. Когда это случилось, Валер? Ну, вообще, было в девятнадцатом году была эта история, но потом как бы там надо было еще как-то правильно отказаться от российского. Но это была очень сложная процедура, сначала из-за ковида, а потом уже из-за этих всех политических историй. Вот, и то есть, по сути, все это там затянулось, и получил я его окончательно уже, ну, как бы все эти процедуры закончились уже там в первые дни войны. Даже так. Ну, там не в первые дни войны, да, они должны были закончиться в первые дни войны, но из-за начала войны отодвинулось это все, потому что все эти документы, архивы, все эти там печатные станки и все прочее из Киева эвакуировали, когда он был под угрозой окружения, и так далее. Все это эвакуировали, и пока вот это все перевозилось, то есть, ну, не работала наша миграционная служба на выдачу паспортов какое-то время. А затем уже на Западной Украине они как-то там по-хитрому расположились, и вот там уже я и получил этот паспорт, который должен был получить. По-моему, то ли 3-го, то ли 4-го марта мне надо было за ним прийти, ну, то есть, если бы ничего не было. Ну, у тебя уже есть эта книжица или не книжица сейчас? Это карточка, карточка красивая такая, да, модная. Скажи мне, а твоя семья? Ты сказал про начало войны, что из Киева уехали все службы соответствующие, ну, и очень много людей уезжало как бы сразу. Большой поток был людей, уезжающих из Киева, я знаю это по сообщениям друзей, мы-то остались здесь всей семьей, но говорят, что дороги были забиты, все было забито. Когда ты принял решение вывезти семью, у тебя, я скажу тем, кто не знает, у Валеры просто 3 девочки изначально, это жена и 2 дочери. Еще теща. Еще теща, да, я сказал изначально, да. Скажем так, я был в Киеве 24-го с утра, мы все были дома, и когда все это началось, я решил, что надо ехать на дачу. Ехать на дачу, потому что дача... Дача у нас где? Ну, дай, договорю точно. Да. С чем-то же интриг. Нет, дача у нас под Макаровым, это было очень доброе решение, как потом... О-о-о. И я говорю, мы выехали туда, то есть казалось, что... Ну, уже вот 24-го в 7 утра мы... Ну, подожди, дай теперь я скажу людям, потому что не все знают, где находится Макаров. Может быть, кто-то, кто следит за деятельностью специальной команды Риги Смеха под предводительством Чебурина, которая восстанавливает сейчас все разрушенные объекты в Киевской области, ну не все разрушенные, да, куда может дотянуться, но в основном они в последнее время зависают в Макарове, там помогают разбираться. Они там, по-моему, уже с апреля месяца, по-моему, там разбирают эти завалы. Да, в общем, это территория, куда практически сразу зашли оккупационные войска, российские войска. Это с севера, как они шли, и вот Бучанский район, да, вот туда пошли. Вот 27-го вечером они зашли к нам в село, ну вот начался там какой-то бой ночной. Ну, а на утро мы решили, что пора, как бы, поезжать, потому что, ну, поселок Дачный, он все на электричестве, сразу отрубился свет, вместе с ним вода, отопление, плита и все остальное. А еще был февраль, было еще холодно, и было понятно, что день-два, и мы тут просто померзнем. Да, это даже, ну, не учитывая тех рисков, которые были связаны непосредственно с вторжением с этим. Поэтому вот мы на утро выезжали, мы выезжали, мы уже через них. То есть они уже, село уже было оккупировано на тот момент, когда мы выезжали. То есть вы ехали мимо танчиков, мимо БМП? Ну, да, две БМПшки я точно видел, которые там контролировали выезд из села, стояли в кустиках на месте сужения дороги, там, где блокпост какой-то должен был быть, но там уже, понятно, никого на нем не было. Там, где приходилось сильно сбрасывать скорость, вот они в этом месте контролировали эту дорогу. Но нашу машину они по какой-то причине не тронули. А по рассказам соседей уже там через 2-3 дня те, кто пытались выезжать, по одной машине уже не выпускали, стреляли там сначала над крышами, иногда по машинам. То есть там много есть всяких жутких историй, которые я как бы пересказывать не буду, потому что это уже, скажем, я и в любом случае скажу, да. Я буду рассказывать только то, что сам видел и слышал, поэтому... Ну, вот, по крайней мере, такие слухи ходили. Вот те мои соседи, которые остались, они смогли выехать только в районе 8 марта, наверное. Они собрали большую колонну, там около 150 машин, по-моему, по всему селу. И вот этой большой колонны, ну, видимо, наверное, не знаю, это из-за того, что... Много свидетелей, наверное, да, и поэтому не стали бы их трогать. И вот они этой большой колонной как-то там через какие-то полевые дороги кое-как выбрались куда-то на Житомирскую трассу уже туда, за их блокпосты. Скажи мне, ну, то, что вы уехали, дом-то вы не смогли с собой перевезти? Гости были у вас, как у многих моих знакомых, кто жил в тех районах, куда зашли освободители? У вас побывали гости дома? Ну, они не жили, но они разбили окно, полазили, поискали, что им нравилось, забрали что-то. Там, получается, так, в поселке два дома они жили, как, видимо, офицеры какие-то жили. Сам весь этот личный состав, ну, не знаю, где они ночевали, то ли в технике, то ли в каких-то других домах. Вот, и периодически, видимо, когда у них заканчивался алкоголь там и какие-то развлечения, они вот кого-то отправлялись в солдат по домам искать то, что нужно. А у тебя что, прямо дом богат на алкоголь и другие развлечения был? Ну, на самом деле, ничего там такого не было, это же дача, мы там особо, мы там только летом жили. Вот зимой мы там жили один раз, когда ковид начался, да, вот это единственная карантинная такая зима была. И вот выехали тоже. То есть этот дом абсолютно не приспособлен. Поэтому ценного там особо чего-то, ну, найти было крайне сложно, но они все равно умудрились что-то найти. То есть и фотоаппарат хороший, и у Маши все-таки утянули они. И гитару, между прочим, утащили. То есть, видимо, совсем он был... Ну, и там по мелочам, я говорю, с компьютерами... То есть посылали за гитарой все-таки, понятно. Видимо, да, было совсем им одиноко, да. Ну, и так вот по соседям поспрашивал, то есть компьютерные детали, вот эти все микросхемы, там, видеокарты, карты памяти, вот это все, у кого можно было надергать, вот это все было бы... А у тебя это рассыпную было, или они прямо залазили? Не, ну, разобрали систему, системный блок открыли, доставили там все. Скажите, пожалуйста, вот так вот, даже грамотные какие-то орки были там. Даже забыли отверточку даже, меня на столе. Вот так вот. Да, ну, а так они, опять же, им, видимо, не сильно разрешали воровать, потому что те вещи, которые им понравились, они сложили на кухонном столе и планировали, видимо, их забрать позже. Вот там кроссовки было у меня, три пары каких-то, фонарики, какие-то инструменты, какие-то старые телефоны, камеры, там, вот эта всякая ерунда, которая была... В общем, любая электроника, которая, там, не знаю, для чего они ее собирали, может быть, там, на запчасти, может быть, как-то планируют... Аптечку всю перерыли, вот там, которая у нас дома была, то есть, ну, видимо, им названия лекарств были не сильно знакомы, поэтому, я так понимаю, они даже читали вот эти, ну... То, что я никогда не читаю, вот эти вложенные книги. Сворачивали эти большие бумажные, я понял. Да, вот эти бумажные книги о том, как пить аспирин, надо правильно, да, вот это... Ну, то есть, видимо, у них, ну, проблема там с какими-то простудами, с чем-то еще было. Но это было уже где-то в последних числах марта, перед самым их отходом. Ты когда попал потом, потом в дом, когда попал и увидел, что были гости, помнишь свои внутренние ощущения какие-то первые? Ну, я знал, что они... У нас же в этом поселке две семьи оставалось, и они, собственно, поддерживали вот этот чат нашего поселка, они нам новости сообщали, они там рассказывали, что к чему, и вот мы как бы продолжили. И они нам где-то и рассказали, что вот подогнали, загнали грузовик, начали ходить по вашей линии, по вашей, то есть, лазят по домам, что-то вытаскивают, что-то носят. Вот, то есть, они нам сообщили, поэтому я уже морально как бы был к этому готов. Причем я себе, как бы человек с фантазией, я себе нарисовал картину более, еще более красочную. Уже, да, да, да. Там мы же оставили машину, машину в гараже, она была без бензина моей, но она была нам совершенно ни к чему. То есть, я уже с ней попрощался, естественно, и со всеми вот этими вещами. Плюс еще, когда приехал мне здесь наш коллега, он был в Киеве, да, у него была машина, я когда в Киев вернулся, и разрешили вот туда уже ездить в ту сторону, когда там уже дооккупировали, и саперы вроде как прошлись. Сказали, можно заезжать, вот я сразу туда поехал. Но все равно страх был при открывании каждой двери полочки, тумбочки, вот этот, ну, все равно, то есть, дергаешь за дверь, отбегаешь за угол, считаешь там до семи, до восьми на всякий случай. Выдыхаешь, идешь дальше. То есть, ну, достаточно стрёмно это все было, такое слово, не знаю, редко его использую, но вот здесь оно подходит. Ну, неприятно. Вы срочно из Макарова, и куда решили ехать сразу, вот куда решили? Ну, наша сначала вообще цель была просто выехать, куда-то выехать. Вот выехать за трассу на ту сторону, где их нет, вот туда была цель. И когда туда уже выехали, доехали мы до Бузовой, там, и так далее, и нас начали везти, можно, на Белую церковь, потому что на тот момент в этом полукольце, наверное, Белая церковь только не оказалась. Ну, то направление было. Ну, да, южное, да. Вот, ехали туда, по дороге уже начали там обзванивать знакомых. Нам предложили в Тернополе переночевать, друзья. Ну, думаем, ладно, ну, Тернополь, так Тернополь. Потом еще связался, у меня в Закарпатье у знакомого есть отельчик свой. Вот он говорит, приезжайте, придумаем что-нибудь куда-то вас там. Ну, мы не доехали ни до Тернополя в первый день, ни до Закарпатья, тем более, да, мы в Хмельницком заночевали у знакомых. Потом приехали в Закарпатье. Там дня два, наверное, мы пожили, и потом девчонок я отправил в Европу. Вот, а сам остался с пакетом вещей. И довез их до границы или прямо-то оттуда отправил, где вы были? А, ну, там вот этот отельчик, он в трех километрах от границы там все в этом селе. Да, то есть я вот пешком их помахал им рукой. А где сейчас девочки, где они находятся? Ну, в Австрии. В Австрии. Как их там принимают? Они в статусе в каком-то, они под программу какую-то попали, помощи? Ну, там у них есть там какая-то, да, и помощь, что-то даже уплачивают какие-то денежки там иногда. Ну, понятно, там оно вообще небоснословное, но какой выхода сейчас пока другого нет. Потому что возвращать их обратно сейчас с этими еженедельными обстрелами, ну, это как бы... Ну, обстрелами, отключениями света, да, инфраструктура. Да, и сейчас зима, и все, да. Ну, это не учеба, и учебы никакой не будет. А вот учеба как сейчас у них получается? Онлайн учатся, да? Ну, младшая ходит в австрийскую школу, там такие правила, что дети не имеют права не ходить в школу. То есть, если у тебя есть там ребенок, он должен ходить в школу обязательно. То есть, она ходит в австрийскую школу, на немецком языке пытается понять, что от нее хотят. То есть, ну, как бы все достаточно так, условное обучение. И раз в неделю, вот по выходным, есть украинская школа. Она такая, вот они собираются один день. Наши собрались и устроили. Да, вроде, да. Ну, хотя бы какими-то такими семимильными какими-то шагами. Да, они очень, по очень сокращенной школьной программе. Но хотя бы она, это самое, чуть-чуть в теме. Вот такой. Ну, и опять же, ну, как бы язык, люди, да, все это тоже важно. Зная чрезвычайную активность по общественному, гражданскому твоей жены, я ни за что не поверю, что она просто сидит дома и занимается детьми. И что сейчас она делает? Нет, там многое все, Серега. Там я даже сейчас не буду это сам. Она, реально, я так думаю, что ей это намного тяжелее, чем мне, в плане того, что сколько на нее нагрузки. Во-первых, новые правила, новые сети. Даже вот собрать эти все правильные документы и поддерживать их в правильном состоянии, это все занимает огромное количество времени. Плюс еще совсем другая медицинская история, совсем другая. А когда три человека, у нее двое детей и мама, и все равно то один заболел, то второй, то еще что-то, то одна бумажка закончилась, то вторая. То есть она вот реально как белка в колесе в этом новом мире. Она пытается как-то все это удержать на плаву. Насколько я знаю, в Австрии хорошо принимают наших, потому что не только твои. У меня есть несколько знакомых, которые там находятся. Нет, никто не жалуется. Я имею в виду, смысл в том, что отдыхать у нее там не получается. Я имею в виду, что все равно другие совсем правила, условия, и это все как бы... Ну и плюс еще психологически то, что я здесь, а не там, и сколько это продлится, и к чему это все идет. Вот это все, я думаю, выматывает. У них, скажем, здесь я вроде как-то чем-то занят, как мне кажется, да? А тем, кто там, и кто действительно переживает, им, наверное, даже сложнее, чем тем, кто в Украине остался. Секундочку. Я здесь, а не там. У тебя же есть еще одно там. У тебя же наверняка остались родственники в России. Ты с ними раньше поддерживал, как сейчас, в какой стадии отношения с родней в России? Нет, ну я общаюсь с матерью и сестрой. С ними отношения не изменились. Понятное дело, что... У них есть какое-то понимание ситуации? Ну, конечно. По крайней мере, ну они же все-таки, у них есть возможность со мной общаться. Они, опять же, я думаю, что они мне верят больше, чем телевизору, так или иначе. Поэтому, да. Вот. Ну, я думаю, это тема такая, с Лехой. Сейчас я говорю, там, ну реально, дураков везде хватает. Я даже вот сейчас, даже не хочется об этом сейчас говорить и как-то конкретизировать. Поэтому я говорю, то, что они там... Я недавно разговаривал с Лешей Сухановым, знаешь, ты такого ведущего, у которого тоже родня в России, и которому мама сказала, говорю, ну все, все, пора домой, все, вот и случилось. А вот так, нет, нет, ну я, моя в этом плане... Не, ну у меня батя был оппозиционер изначально, он давным, он еще мне с четвертого года, даже ранее, когда вот Путин на второй срок прошел, наверное, это где-то был такой, четвертый, наверное, где-то, вот, да. Как раз я уже уехал в Украину, а он вот... Я каждый раз приезжал, и он, я смотрю, он все более и более уже возбужден в этом плане. А я-то здесь издалека, ну вроде телевизор посмотрю, там вроде все хорошо, я говорю, что ты паникуешь? Но он уже тогда, и поэтому, в принципе, ну, скажем так, мама психологически, она была готова вот к такому конфликту, условно, и к тому, какую сторону она займет. Вот сам в начале военных действий, да, когда ты своих отвез, вернулся в Киев, ведь достаточно многим известно, что ты в прошлом россиянин, и как тебе было здесь передвигаться? Не было тебе никаких претензий высказано на улицах, я не знаю, в компаниях где-то? Как к тебе было отношение? В тех компаниях, в которых я общаюсь, ну, я абсолютно не замечал ничего такого подобного. Единственное, вот, ну, там, на блокпостах полиция, когда видит, что место рождения России, у них более пристальное внимание начинается с вопроса, типа, как давно приехали и так далее. Ну, это, как бы, я так понимаю, у них есть просто по этому поводу некие директивы, они их выполняют. Ну, и плюс к тому, мы уже проехали, мы дали уже больше 150 концертов по частям, по военным, везде. То есть это, по сути, на самом остром моменте, где это все могло бы быть наиболее остро. Я ни разу нигде не встретил какого-то, какой-то агрессии, негатива или претензий к себе, как к тому человеку, который когда-то был в России. Я думаю, что все-таки это более диванная риторика, наверное, да, люди, которые все-таки находятся... Которые ищут повод, да, хоть за что-нибудь, да. Ну, это да, это такое, как люди, которым надо хоть с кем-то воевать, с тем, с кем безопасно, ну, с кем им по себе. Да, да, с кем можно безопаснее, да, да, да. Да, вот они себе находят вот такие, да. А там, где действительно жарко, там, где действительно у людей как бы был бы, наверное, и повод, и основание, и моральное право так считать и думать. Ну, я имею в виду те, кто конкретно воюет, те, кто сталкивается, те, кто бежали закупаться, мы для беженцев тоже делали концерты, все. Ну, я имею в виду, что мы ездили все-таки по тем областям, где, ну, соприкасающимся. То есть это Николаев, это Харьков, это Запорожье. Опиши, пожалуйста, географию вот концертов, кварталов. Да, я ее уже почти описал. То есть это Одесса, в основном это Одесса, Николаев, Харьков, Запорожье, Кривый Рог, Днепр. Ну, это вот те области, которые частично оккупированы и находятся в состоянии постоянного напряжения. Ну, и там, где, соответственно, максимальное количество военных сегодня у нас, то есть тех, которые ратируются, меняются, воюют, готовятся воевать, либо отдыхают после боевых действий. Вот мы были в Житомирской области еще, в Черниговской, и на Волынь мы ездили вот как-то раз. Вот это примерно вот такая у нас география. Но в основном это вот все-таки здесь. Но это ты описываешь сейчас, назовем их шефскими концертами. То есть то, что происходит для людей здесь абсолютно бесплатно. Но у вас же были еще, было направление на сбор помощи для страны, для Украины. Вы выезжали за границей? Про Европу, да. Да, у нас в июне у нас был тур большой. Там 10 стран, по-моему, получилось. И сколько-то, и 12. Ну, в Польше просто было, по-моему, два концерта. И где-то еще два. Не, в Польше было три даже концерта. В общем, я уже не помню точно. Ну, в общем, проехали от Варшавы до Португалии туда же. Даже до Португалии вы добрались. Да, то есть в 10 стран получилось. Да, я сейчас запутаюсь, если буду перечислять. И мы это были на главных, как правило, на главных площадях городов. Типа были такие концерты большие, бесплатные на вход. Но с призывом донатить, с призывом скидываться и помогать. И так далее. Вот и где-то там... Есть какая-то статистика? Что-то получилось собрать, Оля? Собрали. Мы собрали, мы планировали собрать на несколько столов. Есть такие рентген-столы, которые позволяют непосредственно во время операции видеть, что там в ране находится. И они очень важны и ценны при оперировании осколочных ранений. То есть получается, потому что когда осколочные ранения, то есть один кусочек достали, остальные опять зашили, заросло. Не усадили, да. Да, и получается, что когда много вот этих всяких там народных тел в теле, в человеческом, то есть большая вероятность что-то оставить, забыть и потом это опять заново резать и, соответственно, процесс восстановления. И вот эти столы позволяют в онлайн-режиме видеть, собственно, что там еще находится, где оно, как его достать и так далее. И, соответственно, оно сокращает и делает операцию менее опасной для... Ну, меньше повреждений получается. И процесс восстановления после нее тоже. Вот мы таких три стола привезли. Они стоят там по 50 тысяч евро каждый. Вот мы три таких стола. Но мы их не привезли. Мы в контакте с компанией, которая их производит, с европейской, вот они были доставлены сюда. К нам где-нибудь сейчас находятся? К этим столам нужен уже персонал еще обученный там. Ну, я думаю, что это, ну, это не... У нас есть медики высокого уровня, я думаю, которые... Да, наши медики, особенно учитывая то, что им проходится проходить... Да, я так думаю, что, да. Я думаю, что таких медиков сейчас по миру небольшое количество. Ну, конечно, такой горький опыт, он на самом деле, да, он тоже нужен, как оказалось. Да, и он тоже может пригодиться позже. К сожалению, да, мы... Наш вид, наша раса никак не может научиться не травмировать друг друга. Ну, это да. Ну, это да. А ты думаешь, может быть какой-то выход? Вот, может, что-то, что нужно предпринять, чтобы наш вид, наша раса, как хочешь называй, не травмировала друг другу? Как развернуть людей в сторону любви от ненависти? Ну, ты же понимаешь, это настолько философский момент, если бы кто-то знал... Ну, мне кажется, что... Я спросил, а вдруг ты знаешь? Вдруг ты сейчас скажешь, и сразу станет все понятно и ура. Нет, ну, у меня есть ощущение, скажем так, почему вот в этом конфликте, да, я там на стороне Украины, не только потому, что я здесь там живу и все остальное, потому что мне кажется, что вот этот путь либерализации общества и все остальное, это как раз тот путь, который... Это эволюционный путь, это тот путь, который, ну, стирает у человека его животные какие-то, это самое, делает его более цивилизованным, более человечным, в отличие от того, что нам предлагается сейчас оттуда, из Востока. Верим, что начнется вот так вот прямо война-войда? До последнего универа. Я с пеной у рта доказывал, что это невозможно, что это бессмысленно и нерационально и так далее. Это до последнего. Ну, если говорить о рациональности, то это не в ту сторону абсолютно. Потому что все, что предпринимается, это к рациональности не имеет, по-моему, никакого отношения. Ну, все-таки ты думаешь, что да, ну, как бы, ну, когда пытаешься оценивать или прогнозировать поступки других людей, пытаешься все-таки через себя как-то это пропускать, да, как бы я поступил бы, да, я бы так не поступил бы, потому что вот так, так, так. А что там на самом деле в голове у другого человека, как оказалось, лишний раз подтвердилось, что там темный лес всегда. Тем более, на секундочку, я вот помню, что ты какое-то время даже проработал в силовых структурах России, да, это было давным-давно, и силовые структура условные, ну, это милиция, да, в милиции работал. Ну, смотри, я тебе говорю о чем. Я понял эту мысль, она ко мне пришла вот уже во время войны, причем даже не сразу, там, через несколько месяцев. Я понял, что я уехал из России, там, в начале 2000-х. И я уезжал вообще из другой России. Я тогда уехал из России, которая пыталась быть частью мира. Вместе с Голливудом Машков снимался там в фильмах, что-то еще происходило. Был какой-то интерес другого, ну, остального мира был интерес к России. Были какие-то интеграционные там, ну, всякие действия, движения. Это было так, ну, бодро. Я оттуда уехал, да, и она в памяти у меня. Она вот по этому пути, которая... Такая и осталась. Она продолжала развиваться. Все эти 20 лет она вот в моей памяти, в моем сознании, она шла вот по этому пути, там, и продолжала быть вот той же, ну, и развивалась тогда. Вот. А то, что на самом деле там происходило совсем другое, я это не осязал, не осознавал никаким образом. То, что я там на неделю раз в год приезжал, повидался там с родителями, выпил с друзьями пиво, я, ну, я не видел там какую-то, куда оно все пришло. То есть там, ну, нам не было необходимости это все обсуждать ни с кем и касаться этого тоже. А вот здесь, когда, и в том числе в общении с друзьями, я понял, что реально за эти 20 лет выросла огромная пропасть. Просто, ну, это настолько, вот эти там, на 2 градуса мы там условно в разные стороны пошли, да, и за 20 лет расстояние увеличилось до очень большого. И в сознании, и в момент, ну, не знаю. То есть ты при общении с друзьями, с россиянами, ты ощущаешь эту разницу, да? Я вот какой-то, я, ну, я сейчас не общаюсь уже ни с кем. То есть у меня нет, у меня не хватает сил. Ну, было время, когда поначалу, там, первые 2-3 месяца мы еще общались достаточно часто, но вот. И риторика сначала была такая, что нас очень сильно все жалели, да, и говорили, потерпите там, да, ну, вы видите, что... Потерпите, мы вас освободим, да? Да, ну, условно, да, потерпите, но вы видите, как вышло, да. То есть первые 2-3 месяца, то есть это было какое-то такое, ну, такая лояльность из жалости, скажем так, да. Потом, когда начались неудачи, когда пошла вот эта вся история, и, ну, понятно, там, НАТО и все остальное. Риторика тоже постепенно, даже те, кто не смотрят телевизор, это все равно там через телеграм-каналы, через вообще вот эту всю эту атмосферу, она все равно впитывается людям в голову. И они начинают тоже, они начинают винить там кого-то все, и вот начинают мне рассказывать о том, какие ужасные азовцы там попали в плен, и какие они все там до одного фашисты, и что в Буче там все постановочное было. И когда вот это слышишь, ну, особенно после того, как ты лично общался с людьми, которые в Буче пересидели оккупацию, да, и рассказывать тебе, у них нет, им нет необходимости мне врать, они с этого ничего не получат. И когда ты отлично от этих людей все слышишь, и когда у тебя есть там, ну, и знакомые, которые там оказались, и которых оттуда вытаскивали, там, и тех, кого не смогли вытащить, и все, и когда ты слышишь вот это вот от друга, которого знаешь, там, 17 лет, 20 лет, и ты вдруг слышишь от него историю, какой 20, 17 лет, это больше 30 лет, ну, 30 лет мы уже знакомы, мы 30 лет знакомы, и когда ты от него вдруг слышишь вот эту всю штуку по телефону, да, голос Симонян вдруг такой, стреляется в человека, ну, и невозможно разговаривать, то есть, ну, это, ты понимаешь, что ты, ну, это как, вот, не знаю, кота убедить, кота убедить в том, что он неправ, например, да, ну, условно, ну, это, ты разговариваешь просто с человеком, у которого картина мира абсолютно другая, то есть, он с другой планеты, и ты на разных языках абсолютно, ну, это сложно, это не, ну, это больно, опять же, больно, потому что, как бы, первые дни нам, мы же все, ты же помнишь, все сразу, ну, я про украинцев говорю, все, там, медийные люди, все поднялись, начали кричать, да, что вы делаете, выходите на улицу, да, вставайте, выходите, да, смотрите, что тут с нами делают, да, а сейчас, откатывая назад, я понимаю, что мы кричали просто в стену, просто в стену, в никуда, я тоже не понимаю, что это, да, и выглядели, и выглядели в их глазах при этом, наверное, как какие-то... слабыми? Ну, ну, какими-то, не знаю, то есть, типа, ну, купленными, ну, нас заставили, уговорили, не знаю, что... Ага, смотри, Валер, ну, после нашей победы, ну, никуда соседи не денутся от нас. Я об этом знаю, помню. Как можно будет, я не знаю, восстановятся ли отношения в какой-то мере, но они же будут рядом. Ты видишь какие-то пути решения в возобновлении общения хотя бы? Не, ну, смотри, а что такое общение? Общение, оно возникает по мере необходимости, правильно? Как только будет необходимость в общении, оно сразу появится. Ну, поэтому я думаю, что тем более в наше время, ну, там я слушаю, ну, наши радикальные настроены, говорят, что там вот на сто лет, навсегда и так далее, и все это будет. Ну, на самом деле, я думаю, что люди, которых, ну, в любом... Понятное дело, что останется много всего и ненависти, и злобы, и обиды, но у нас мир так быстро сейчас, такой ритм жизни, да, у нас в мире вообще. То есть ты думаешь, что это будет даже быстрее, чем история с фашистской Германией, да? Я думаю, что даже мы с тобой еще можем застать момент, когда, условно, будет летать самолет Москва-Киев. Ну, например, ну, я имею в виду, что такое время. Понятное дело, что будет долго еще, многие годы будут куча всяких претензий, там, и политических, и юридических, и моральных, и всяческих, да, но... Ну, а куда деваться, реально? Ну, мы же не переедем, и она никуда не переедет, да? Ну, я не знаю, есть у нас... Хотя многие мои знакомые, допустим, оттуда переезжают, да, бросают... Нет, ну, я имею в виду, что страна же никуда не переедет, да? Ну, и вот эти все там, не знаю, есть у нас, наверное, какой-то процент людей, которые там решительно готовы дойти до Владивостока, но это, опять же, в основном диванные ребята, да, я имею в виду. Ну, я открою. Ну, и не забываем, ты понимаешь, мне кажется, что вот люди, которые живут подальше от границы с Россией, они не совсем понимают, что есть населенные пункты, разделенные границей. Семьи, которые живут на две стороны, ну, были, по крайней мере. Ну, я еще в 2014 году говорил, что, условно, там, живя во Львове, легче воевать с ДНР, чем если ты живешь, если ты родился в Донецкой области, ну, к примеру, да? Да, да. И то же самое, из Новосибирска гораздо легче воевать с Украиной, да, чем там, условно, из Крыма даже, например. Мне кажется, что именно поэтому сюда в основном привозят россиян из далеких регионов, чтобы для них это была какая-то такая история, ну, как, условно говоря, бурятов, да, как у нас говорят. Ну, я не думаю, что в этом есть какой-то там у них глобальный стратегический этот самый смысл. Я думаю, что это все-таки связано с тем, что в далеких регионах людей гораздо легче заинтересовать контрактной службой. Или там какие-то... Просто деньги, да, ты считаешь? Ну, даже не деньги, ну, там реально, ну, нечем. Вот сколько там из Москвы людей, там, ну, они статистику... Ну, да, из Москвы, я думаю, что нет. Да, они показывали, ну, до того, как началась мобилизация, там показывали статистику, там на одного москвича было 200 дагестанцев погибших, условно, ну, где-то так. Ну, почему? Потому что в Москве есть чем заняться. То есть, ну, контрактная служба для москвича, это, ну, это что-то и финансово, и интеллектуально, и по эмоциям это, ну, ниже того, что он имеет каждый день, там, находясь в этом городе. А для того, кто живет в Бурятии, в Дагестане, там, и так далее, там, ну, никакого варианта, то есть, либо спиться, либо сколоться, там, ну, как вариант. Ну, либо ты вот всю жизнь, там, где-то вот в пределах своего подсобного хозяйства, там, что-то проковыряешься. А здесь, ну, есть какой-то типа, для них это некий лифт. Плюс, к тому же, опять же, та же пропаганда все время героизирует эти все военные специальности и так далее. Ну, да, это мы помним еще американские плакаты были старые, реклама службы в армии. «Ступай в ряды армии, и ты увидишь мир». Ну, как вариант, ну, так это вот... Здесь, как вариант, но недолго. Мир будет небольшой и короткий. Ну, оно же, опять же, люди же, воспитанные телевизором, они воспринимают это все как какое-то приключение, да. То есть, некое приключение, то есть, мы туда поедем, там, все нам сдадутся сразу, да, там, потому что никто воевал, плакать же не умеет, и там... А еще мы заработаем денег, и все. Да, я приеду, куплю себе ладу какую-то, да, и вот за меня, за мной будут бегать четыре девочки, потому что у нас в селе их всего четверо. Ну, условно, я имею в виду, что это вот такое, я это конкретно... Я не думаю, что здесь какая-то есть глобальная, этническая, там, или моральная причина, что надо вот из далеких регионов гнать, потому что они не знают, что такое Украина. Я думаю, что это все-таки связано с уровнем жизни непосредственно в тех регионах, и чем ниже уровень жизни в регионе, тем большее количество людей идет служить в армии. Вот и все. Скажи мне, пожалуйста, кроме той деятельности, которую вы с кварталом ведете, ну, то есть, вот эта все концертная деятельность, сборы денег концертами, релаксационные какие-то концерты, вы как-то еще помогаете, вы как-то собираете деньги, вы проводите какие-то мероприятия, скажи? Если мы берем глобально, то в Украине уже деньги закончатся, ну, почти. То есть, то, что там поначалу имело какое-то... Я удивляюсь каждый раз, откуда наши люди достают свои последние в очередной раз деньги. Да, ну, понимаем, что этот поток, он ослабевает, ну, и это абсолютно как бы объяснимо, да, потому что, ну, реально люди уже... Я, все, что у меня было, я часть отдал девчонкам Европы, остальное все было потрачено в первый месяц. Вот, то есть, ну, я имею в виду, что у меня нет доходов, которые я мог бы там... куда-то вкладывать. Ну, вот, конкретно я вот помогаю вот так, своим там головой, руками, телом, да. Много программ сейчас выпускают, вот, направленных на поддержание боевого духа, на поддержание мирного оптимизма. Ну, если про квартал брать, да, то у нас, ну, вот, есть эта новостная история, Байрахтар Ньюс, Сашка с Женькой ведут. Затем сейчас вот этот бункер, сериальчик снимается. Ну, плюс мы сняли четыре эфира вот этого, как он у нас называется-то, Единый квартал, ну, там, где девчонки вместе, но и женские вместе с... Да-да-да-да. Мы четыре эфира сняли, один из них был в марафоне показан, один в зависимости, и три были на ТЭТе потом показаны еще, ну, чуть позже. Вот к Новому году планируем еще снять два эфира. Сейчас вот начали готовиться. Валер, я расскажу людям, кто не знает, внутри деления квартала, авторские группы квартала делятся, ну, авторская история квартала, это группы, которые работают вместе, которые работают сначала отдельно, потом сносится материал. У тебя, как мы знаем, одна из самых интересных групп. Это Саша Пекалов, и второй, ну, второй у тебя, да, в группе третья, вернее, член группы, это Лена Зеленская. Что вы группой давно вместе собирались? Есть контакт какой-то с первой? Нет, группой мы собирались, наверное, 20 февраля, крайний раз, где-то, да, с Я, ну, не, не, с Сашкой там как-то у него общались, они есть, да, я ни разу не виделся с Ленкой за вот эти там уже сколько-то, много месяцев, ну, я, думаю, ей есть сейчас чем заняться. А вот ей бы привычно было бы, наверное, с вами работать, если бы свои люди, которые, с которыми постоянно работаешь, которые были бы рядом, и знаешь, как поставить задания, знаешь, как вместе достичь результата, не привлекали вас ни к каким делам первой леди? Не, ну, вот во время войны нет. Да там, я думаю, сейчас работает достаточно, ну, слаженная группа, судя по результату, так что там, ну, профессионалы, которые знают, знают свое дело изначально, я думаю, они уже там сработались, я не думаю, что я чем-то там сильно бы помог, условно, при своих, это та сфера, в которой она сейчас нужнее, и однозначно, пусть она там делает свое дело, так что, я думаю, может быть, когда война закончится, может, мы как-то еще встретимся, пошутим, но когда это будет, я надеюсь, скоро, я надеюсь, скоро, чем скорее, тем лучше, и смотрю, ты сейчас на квартале сидишь, да, по задней стене. Я сейчас сижу, сижу как раз на месте, на месте первой леди, сижу. Ты для себя, для своей самоорганизации приходишь на работу, или для того, чтобы действительно участвовать в процессе, насколько часто квартал сейчас собирается, работает вместе? Нет, но сейчас конкретно это, ну, что значит, конечно, и для себя в том числе, потому что вот в этой всей истории наверное, каждому очень важно чувствовать себя нужным, и как-то ощущать свою причастность к происходящему, ну, какой-то вклад или что-то еще, да, кто-то, вот это один из способов себя, ну, реализовать свои вот эти потребности, да, реализовать свое желание, приближать этот день, о котором мы говорим, да, о победе, вот, ну, поэтому я имею в виду, что с точки зрения мотивации ее достаточно, ну, внутренней мотивации, да, ну, плюс к этому у нас, я говорю, уже достаточно скоро будет съемка, поэтому мы сейчас вышли на интенсивный уровень сценарной работы, поэтому, в принципе, в офисе проводим достаточно много времени именно по работе, не для того, чтобы просто прийти там, попить кофе и рассказать, короче, новенького, то есть конкретно сейчас, ну, по крайней мере, мы имитируем ту форму работы, которая у нас была до войны, ну, пытаемся ее поддерживать. Да, вместе, конечно, вместе легче получается переживать разные ситуации. Для тех, у кого есть желание помочь, у кого есть возможность помочь, сейчас вот здесь внизу появляется адрес, пожалуйста, это те счета, за которые отвечаю лично, я Сергей Всевоха, пожалуйста, если у вас есть возможность, перечисляйте, помогайте, мы работаем напрямую, мы работаем, мы доводим то, что нужно для людей, непосредственно от точки, она обычно за границей, почему-то начинается, до людей, которые находятся в той зоне, где это крайне необходимо. Так что, пожалуйста, есть возможность, есть желание, приходите. Валера, вы такие сборы проводите какие-то? Ну, я говорю, конечно, поначалу это была достаточно интенсивная история, но сейчас, вот я говорю, оно стало уже, в Украине оно не стало иметь там какого-то большого эффекта, но информационно или как-то еще очень часто там подключается, у нас же большой коллектив достаточно, и параллельно занимаются волонтерскими делами достаточно активно, там Жека Кашевой у него там своя история, как я говорил, Сашка Пикалов и Масов, там женского квартала Таня Песек с ВИП Термополина, они уже там, не знаю, сколько они уже машин отправили на передок, сколько они уже собрали и здесь, и в Штатах, и по Европе, то есть, ну, то есть вот это все как бы в этом плане пытаемся... Я себя приблизительно представляю, потому что когда нужна машина, а ваши уже приходили, уже все выгребли, да, поэтому вот условно вот друг другу, здесь информационно где-то как-то поддержать, это все постоянная история, то есть оно все постоянно идет, но если ты говоришь о том, что что-то такого уровня там, притулы какой-то свой фонд, нет, у нас сейчас... Нет, такого уровня, конечно, нет. Но у нас есть сейчас Ю-24, который, да, есть фонд Первой Леди, опять же, то есть в принципе, если у нас какие-то появляются... Не, но дело в том, что нашу с тобой в беседу посмотрит житель Европы, потому что эфир на канал выходит именно на Европу, и я хочу сказать, что помощь их каждый раз просто потрясает, потому что то, что собирают европейцы, Валера, ну это невозможно передать тоже, откуда берется это все. Пожилые люди идут, что-то несут, ну даже когда там сбор объявляется, вот ребята, с которыми мы работаем, приходят бабушки, приходят дедушки, они... Мы с тобой возвращаемся к главному вопросу нашей беседы, потому что почему эту сторону принимают люди, которые понимают, что происходит, потому что это страна эволюционная, то есть победа в этой войне Украины будет означать, что человечество продвинулось вперед. Если Россия в этой войне победит, ну если, я не знаю, что там, то мы вернемся назад, опять в 30-какие-то годы, условно, то есть вот это нам на выбор... Ты даже фору такую заложил, 30-й, я думаю, что может быть даже и на столетие назад можно откатиться. Ну так на столетие, ну условно, вот выбор, который нам предложила Россия, да мы вас освободим, и вы будете снова жить в Советском Союзе там 30-х годов, да, с ощущением эйфории 45-го года, ну условно, вот что-то такое, больше ничего нету, кроме эйфории 45-го года. Так и есть, я об этом говорил уже очень давно, да, и меня уже тогда там не понимали, когда я говорил о том, что ребята, а что, вообще, ну нечем за 80 лет больше, кроме войны, ничего не произошло с тех пор вообще, то есть нечем, нечем даже погордиться, да, там он, не знаю, Apple придумали ребята, да, там он нанороботов каких-то медицинских уже японцы делают, да, вот это все, ну а тут, что у нас вот танки, Т-34 все, да, вот это я же тогда еще об этом говорил, и когда в Россию приезжал тоже, возле института парк построили там, ну заходил опять же там кто-то, сотрудники студии, наградили этих пушек, танков каких-то, понасставили, везде, везде, это стало так много там вот за эти годы, за эти 20 лет, это везде повсюду, ну и оно, ну, оно раньше как-то на это не обращал внимания, а оно потом уже... Понимаешь, может они знали, что они делали, может это... Ну конечно, нет, то, что они знали, что они делали, это однозначно, то, что в этом направлении, но оно, скажем так, это при том интеллекте и при том воспитании лидера, скажем так, другого пути не было в России при его таком количестве, но он по-другому не видит, ну у него нет, у него зрения шире, чем то, что ему привили в КГБ, вот ну условно, вот он в этом, в этих шорах он вел всю страну, просто за счет того, что он реально очень артистичный лгун, ну по сути, он смог вот создать эту видимость некой идеологии, которую сейчас все, она меняется каждые три дня, они... Ну пределы, и все равно, она живая такая, и при этом, да, у всех ощущение, что она по-прежнему есть, и она по-прежнему, вот она их двигает, то есть это по-прежнему является стержнем, да, то есть такое беспозвоночное государство абсолютно, на которое позвоночник строит каждый день новое себе, да, ну вот, вот как бы вот такая судьба Россия сама себе и выбрала, вот такую вот судьбу, если бы они между собой бы как бы это все решили, одно, да, но то, что это все вылилось и продолжает выливаться на соседние государства, да, это, конечно, очень, очень плохо, надеюсь, что это Украина поставит точку в этой всей истории. Так получилось, что мы, наверное, сейчас единственные, кто может реально поставить точку. Да, так сошлось все в мире на нас, но и мы постараемся не подвести, правильно, Валерий? Ну, мы в силу своих возможностей уж точно, все буду Украина, Валерчик, спасибо тебе большое, спасибо вам, будем на связи, будем на связи, держись. Субтитры сделал DimaTorzok